Приветствую всех! Вот уже наступил год собаки и пришло время подытожить и сделать планы хотя бы на ближайшее будущее. Ну, во-первых, хочу вас поздравить всех с наступившим Новым Годом, со всеми прошедшими зимними праздниками и пожелать вам. Наступил собаке год, пусть он счастье принесет, радость, сказку, чудо, смех, удовольствие для всех, дарит крепкое здоровье и везение с любовью, теплоты всем, доброты и успеха, красоты, и от близких понимания, и в душе очарования, пусть удачу принесет собачке этот год. Щенячей радости вам и восторга! Вот так вот в этом году у нас была украшена елочка, в ней это сосна. Елочные игрушки я повесила на леску и создается ощущение, что игрушки парят в воздухе. Снежинки я делала сама из горячего клея, тоже повесила их на леску и довольно хорошо они там смотрятся. Бантики я сделала из мишуры разного цвета. Вот это красная, белая, зеленая и синяя, это маленькие бантики из мишуры. Такая вот у нас рыжая верхушка. Вот покажу вам ближе, елку я также побрызгала искусственным снегом. И вот ближе покажу, вот создается такой эффект. Как бы снежочек запорошил нашу елочку. Так вот висят игрушки. Видите, совсем практически не видно леску. Такие вот мягенькие снежиночки. Вот такая вот новогодняя сосна у нас в этом году. Такая вот красотка. Сейчас покажу, что я в этом году, какие подделки успела сделать, а какие еще должна была сделать, но не успела, к сожалению. Вот такой вот есть у нас красивый камин. На нем стоит телевизор. И, как видите, я поставила на него елочку. Спиралькой сделано, на нее есть видео. Возможно, из вас уже видели, как сделать такую елочку. И баночки, вернее, подсвечники из баночек. Как я их делала, тоже у меня есть на канале видео. Так вот красивенько все разместилось. Баночки. Елочка. И вот так. Это новогодние подделки, которые я успела сделать. Как видите, тут два снеговичка за полдвижения. Подсвечник. Две елочки. Одна из фольги, вторая из горячего клея. А самая первая елочка, которую я делала, она уехала к маме. Все эти подделки есть у меня на канале. В описании под видео я оставлю на них ссылочки. А вот то, что я еще не успела доделать к Новому году. Это снеговик из массы, которую я делала. Снеговик планировался быть винтажным. И я его должна была успеть до Нового года. Но, к сожалению, я не успела. И сейчас он похож на такого снеговика, повидавшего жизнь. Еще без носика. Ну, можно его сравнить, конечно, с какой-то куклой из фильмов ужасов пока. Но я обязательно доделаю видео с ним. Надеюсь, это будет в ближайшем будущем. По крайней мере, я так планирую. Обязательно сниму и покажу, что получилось в итоге. И вот такая вот креативная елочка с такой верхушкой. Я ее тоже не успела, к сожалению, сделать. Но планирую тоже в ближайшем будущем ее доделать. И выложить видео. Обязательно, как я ее сделала, как делала такой вот горшочек, верхушку. Из чего она и как вообще она в итоге будет выглядеть. Это то, что я планирую в ближайшем будущем. И еще я купила по разной цене от разных производителей массы для лепки. Будет на них обзор обязательно. И обязательно я что-то сделаю из той массы. Потому что планирую делать и домики, разные фигурки, статуэтки, сувенирчики из этой массы. Также я приобрела карандаши разноцветные. Тоже давно не рисовала, кстати, карандашами. И хочу, скажем так, возобновить это дело. И показывать вам, что получается. Также обучающие уроки хочу сделать. Как рисовать глаза, губы, нос, портрет, автопортрет. И вообще, что можно еще такого интересного рисовать карандашами. Также анимашки или анимешки животных. Ну и, естественно, и продолжать рисовать акриловыми красками и масляными красками. Все это вы увидите у меня на канале. И в ближайшем будущем. Так что подписывайтесь. Обязательно жмите колокольчик. Всех буду рада видеть на своем канале. Пишите комментарии, свои пожелания. Ну и, естественно, я буду вам рассказывать, как у меня продвигаются дела с лечением. Кому-то это интересно, кому-то это неинтересно. Но, тем не менее, буду вести видео-дневник о своем лечении, о процессе лечения. Возможно, неподробно все это будет, чтобы вас не шокировать. Я надеюсь, что все этапы лечения я перенесу достойно, перенесу хорошо операцию. И после операции я буду себя, ну, может, не сразу, но по стечении какого-то времени, восстановительного периода, я буду себя лучше намного чувствовать, почувствовать себя практически здоровым человеком, вырваться из четырех стен, из этой коробки и наслаждаться жизнью, показывать вам свой щенячий восторг и радость от жизни, да, от того, что я вижу, что вокруг меня происходит и чем я занимаюсь. И думаю, что мои влоги будут уже намного интереснее, чем сейчас и про лечение. Но, может, мои видео будут полезны особенно тем людям, которые оказались в подобной ситуации, что не нужно падать духом, опускать руки, что нужно бороться, бороться с болезнью, бороться за свою жизнь, за здоровье, искать, искать путь, искать выходы. Я вот до сих пор, в принципе, ищу, но уже какие-то есть сдвиги, уже есть какие-то продвижения, по крайней мере, я знаю, в какую сторону мне двигаться. Да, стоит вопрос финансовый, и он, конечно, самый главный сейчас роль выступает, так как знаем, что нет денег, нет ничего, нет финансов, нет лечения. И за просто так вас никто не проконсультирует, никто не сделает диагностику и не сделает операцию. И чтоб не падать духом, нужно чем-то заниматься, обязательно, какое-то занятие себе найти, хобби, открывать себе таланты всевозможные, пробовать все. Пока ты не попробуешь, ты не узнаешь, умеешь ты это или нет. Умеешь ты рисовать, умеешь ли ты лепить, петь, там, если можешь танцевать, танцуй, да, если физическое здоровье тебе это позволяет. Если не позволяет, пробуй что-то другое делать. Ищи поддержку, ищи поддержку в близких, в родных людях, ищи в единомышленниках. В любом случае что-то делай, но не зацикливайся на своей болезни и вообще на той ситуации, которая тебе крайне неприятна. За долгие годы своей болезни я поняла, что это очень важно, и особенно как можно меньше говорить о своей болезни, о своей проблеме, так как ты можешь просто уйти с головой полностью в свою болезнь, и еще хуже становится, и как снежный ком, оно все растет и растет, и ты попадаешь в такую некую ловушку, с которой очень сложно потом выбраться, особенно морально и психологически. И очень много времени и труда придется вкладывать, чтобы менять свое мышление, менять свое вообще мировоззрение, чтобы выбраться из этой ловушки. Я проделала большой труд над собой, чтобы хотя бы морально отдыхать от своей болезни, абстрагироваться от нее. Да, физические боли, все это есть, но я пытаюсь радоваться каждой минуте, когда ты что-то делаешь, что-то творишь, и с головой уходишь, допустим, в творчество. Не всегда, конечно, это получается, и помощь психолога мне необходима. Я это прекрасно понимаю. Все-таки 12 лет болезни – это очень долгий срок. Было очень много чего пережито, было очень много страданий, боли, слез. Но желание жить все-таки поборола, и я карабкалась, как могла. Я работала сама над собой, я искала, я искала информацию, я искала врачей, я делала все, чтобы выйти с этого состояния, ну и продолжаю как бы дальше искать. Пока полностью не выскочу из-за этой ловушки болезни, и я буду здорова. Немного получилось как исповедь наставления, но я буду включать это видео, переслушивать его еще раз, особенно когда мне будут опускаться руки, и буду это видео слушать уже как наставление, установку, что ли. Надеюсь, кому-то эти слова тоже помогут. Хочу также сказать, что я очень люблю юмор, и слава богу, что за 12 лет я не лишилась юмора. И поэтому на моем канале иногда будут видео юмористического характера, возможно, кому-то непонятный, возможно, он где-то будет неадекватный, но я в душе еще тот ребенок, и этого у меня не отнять, слава богу. И если вы видео досмотрели до этого момента, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Не забыла вам показать, вот такая еще елочка у меня тут есть. Ну, я ее сама уже не делала, это была покупная елочка еще с 2005 года. За 18 гривен куплена была мной, как сейчас помню, еще когда я работала. А вот это чудо сова в таком вот веночке. Веночек я делала сама, мишуру я покупала и посадила сюда совенка. Та-дам! Вот так вот милашка получилась. Ну, теперь на этом все. Еще раз вас с праздниками, ставьте планы, идите к цели, ничего не бойтесь. Крепкого-крепкого вам здоровья, удачи, успеха на вашем жизненном пути, счастья, любви крепкой, большой, взаимной и всего вам наилучшего. До новых встреч! Увидимся! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok